Добрый вечер, уважаемые подписчики. Хочу прокомментировать новость Харьковского метрополитена под выборы о том, что водовозов, кто там, по транспорту зам мэра и Терехов заставили коммунальное предприятие уменьшить интервалы, чтобы было меньше скопления людей в борьбе с коронавирусом. Ну, как это сделать, если вагонов в Харькове не хватает и давно, поэтому это скоро. Ну и, короче, на сайте дали они график. Вот такой график в PDF они выложили на сайте с трех страничек. Вот, допустим, сейчас Салтовская линия в этом попала в первой страничке. Во второй у нас самая первая линия красная, Холодногорско-заводская, с самым большим потоком, наверное. И самая последняя линия зеленая, это Алексеевская. Ну и тут, понятно, интервалы. Тут Тиса ездит модель. Ну, а теперь смотрим архивные у меня данные по графику. Смотрим, январь 2019 года. Интервалы такие же самые. В часы пик 2.30, 4 минуты. Вот в 6.30 ездим на работу с Мастельского. До 4 минут интервал. Так же само ездили с научной. Там было, получается, там 4.30 минуты. Есть видео, фото. Ну, это предвыборный пиар больше. Так же по поводу их новости о том, что в этом году начну строительство Державинской и Одесской не отвечает действительности. Потому что еще такое идет подготовка площадки. Не подготовлено. ТЗ для строительства метро. Не проведен тендер и с подрядчиками. Слов водовозов, там Европейский банк реконструкции и развития предлагает 13. подрядных организаций, с которых надо выбрать подрядчика. Плюс это все провести, ну, не делается так, как человек, который с метрополитеном связанный со строительством больше 9 лет. Ну, это просто пуф под выборы. Главное, чтобы отложилось это в этих головах. Так же информация опять продублированная была про установление на турникетах пайпаса. На Держпроме установлено только один полмесяца назад. Они обещали за полгода все станции проставить хотя бы по одному. Но в итоге за полмесяца движение не сделано. Учитывая, какая ситуация с Етикетом, который не доведен до ума по многим пунктам, то вызывает сомнения, что это очередной бла-бла-бла и не более того. Хорошего вечера всем и удачи! До встречи на канале! Субтитры создавал DimaTorzok